Продолжение следует... 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 Так, давай-ка сейчас попробуем подкинуть его. Ах ты ж. Надо было все-таки увернуться. Ну, лучше, погоди-ка, быть немного внимательным, потому что эта скотина, она хоть и, понимаешь ли, не делает никаких там взрывов и прочего, но все равно кусается больно. Еще и здоровья у нее много, поэтому... Да чтоб тебя... Ладно, у нас есть ярость. Тихо. Несчастная собачка. Прости, прости меня. Так. Сейчас мы тогда вот сюда отойдем. Пусть. Сколько нам нужно? 16? Где тут 16. Еще и прервал нас. То есть он как зомби может вырваться из своего оглушения и внезапно ударить. Такое себе. Сейчас тут зеленая полоска. Потом будет еще какая-то. Такая вот полукрасная. Пускай будет оранжевая. И затем уже... Затем уже будет последняя. Короче, три полоски у него еще. Ой, прыгай. Нет! Чтоб тебя... Не такого же я хотел. Чего это собака закусала? Ладно, надо внимательнее, потому что иначе нам может не хватить эликсиров. Ведь у этого хрена очень много здоровья. Такое-ка еще постановим себе ци. Ну, кстати, навыки прям хороши здесь. То есть серия вот этих вот атак, она похожа на то, что есть у воина. Воин, конечно, все равно будет бодрее. Несмотря на то, что он медленный, да. У него есть там, скажем, очень-очень-очень быстрые серии атак. Вот, это что-то похоже. И при этом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, урона, возможно, поменьше, чем у воина. Но все же... Атакует он часто. И это хорошо. Давай, прыгай. Молодец. Как я говорил, это скорее всего у нас... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Короче, вот сюда попробуем. Отлично, есть ярость. Прыгай. И осталось... Осталось, в общем-то, тут всего ничего. Сейчас мы... Успел укусить? Да, успел. В общем, несколько раз. Давай-давай, прыгай. Молодец. Так, нет, собаки-собаки к нам идут. Мы пока что сражаемся с их вожаком, поэтому... Скажем так... Они уважают наш... Нашу схватку. Так. Сейчас мы тогда вот этого товарища забьем. Никого не задели? Это хорошо, потому что иначе бы они на нас тогда побежали. Тихо. Чтоб тебя... Если накопим себе еще смертельный удар, будет очень хорошо. Хотя... Наверное, здесь же мы его и потратим. Отлично. Давай, прыгай. Кстати, за блок ты энергию для смертельного удара не получаешь. Только если по тебе попадают. Что, в общем-то... Ну, если честно, такой себе. Так. Тихо. Тихо. Зачем вы так близко-то? Отходите, отходите от нас. Еще задену ведь. Так. Мы получили жертву для бога войны. Это она у нас вот так вот выглядит. И давай тогда попробуем, может быть, через... Сколько у нас золота? Золото у нас 1300. И заканчивается, если честно, оно. Поэтому... Так, камни есть. В принципе, этого хватит на сражение с каким-то сильным товарищем. Но лучше бы было еще немножко, понимаешь ли, подзаработать. То есть, тут либо, понимаешь ли, постоянно перезаходить и перезапускать локации. Ну, или можно было бы попробовать посетить... О, мы зубратство. Там у нас кабан. Давай заодно посмотрим, что там по всяким, понимаешь ли... Глиняным сосудам. Вот. Так. Ничего. Конечно, отправляться в локацию первого уровня это такое себе. Вот. Ну, все же. Ну, обычной атакой отнимаем, не сказать, что прям очень-очень много. Так, тихо. Стой, стой, стой. Короче, надо. Пожалуйста. Еще не хватало тебе помереть от этих вот простеньких, понимаешь ли, ребят первого уровня. Это ж вообще позор. Так. Сейчас мы вот этих вот товарищей забьем. И давай. Чертовы фури! Сейчас мы вас... Так, ну вот. Есть лезвие. Что, в принципе, очень даже интересно. И золотишко-то тоже неплохо. Вот. Но лезвие, пожалуй, интереснее будет. Так. Золото. Лезвие, золото. И... Тихо. Давай. Хоба! И самое главное, мы накопили уже, можно сказать, себе смертельный удар. Так. Это забираем. И давай тогда отправимся на привычное место. Это, в общем-то, наверное, будет усадьба Ге. Так. Сразу воришку я тут не вижу. Это мы забираем. И давай тогда... Оп. Попробуем. Немножечко. Блин. Погоди-ка. Два призрака. Два призрака. Это, конечно, очень хорошо. Вот. Можно было бы... Что же вы такие? Они еще и отнимают много. Скорее всего, это улучшенные версии. Так. У них должны быть железные каски тогда. Тихо. Там взрывающиеся есть? Не вижу, если честно. Так. Ну, что-то выпало. Что-то выпало? Нет. Еще не выпало. Скорее всего, тогда оторвали просто. Ну, что-то. Так. Ох ты, Кианит! Кианит, это интересно. Так. Нет. Взорваться не нужно. Это не тогда забираем. Ну, давай-ка мы вот с этими тиграми разберемся. Все-таки они улучшенные. Может быть, с них что-то и выпадет. Вдруг. Действительно. Так. Так. С одного золотишко. С другого тоже золотишко. Так. Это мы тогда забираем. И давай-ка посмотрим, что там в других будет сосудах. Так. Это забираем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это нам, конечно же, все понадобится. Ну, лучник, пожалуй, нам не нужен. Пускай он тут с миром, понимаешь, не бродит туда-сюда. Эликсир обновления. И смотри. У нас сейчас получается 1900. Мы получили кианид, которого у нас не было. И он, самое главное, дает ци и урон. А еще защиту. Блинский. Ну, вот, короче, нам нужен... Как ты называешься? Цианид, да? Кианид. Кианид нам нужен в больших количествах. Потому что его можно было бы и в оружие вставить, и в защиту вставить. И, в общем, куда его только можно себе, понимаешь ли, не вставить. Так. Всюду он, понимаешь ли, будет хорошо смотреться. Оп. Отлично. Ну, здесь уже немножечко сложнее собирать все это златишко, когда особенно тебя бьют всякие негодяи. Тихо. Ударь. Жемчужина возвращения. Ну, не сказать, что она прям нам нужна. Не, ну, конечно, она нам нужна, но... У нас... Хотя будет девять этих жемчужин. Тоже неплохо. И, самое главное, булыжник. Который, конечно же, нам понадобится в свадке с каким-то, понимаешь ли, сильным хреном. Хотя, уже стоит переходить на что-то помощнее, что там наносит урон два раза. Отрезает что-то. Потому что булыжник, он, я так понимаю, ничего отрезать не сможет. Но зато урон, урон булыжник наносит. Все равно. Какой-то. Так. Тихо. Так, мы его добьем. Хоба! А вот еще золотишко. Так. Это, получается, будет 21 уровень. 21 уровень. И давай тогда мы сейчас... Если там, конечно, не будет никаких воришек. А их, судя по всему, здесь нету. Вот это они тут затерялись. Так, ну-ка. Тихо. Здесь много тигров. Так, это мы забираем тогда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пока мы с ними не сражаемся, они нас не трогают. Только мы на них, понимаешь ли, нападаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они сразу на нас, понимаешь ли, всей сворой начинают бежать. Так что ребята довольно-таки адекватные. Давай-ка мы, может быть, здесь телепорт поставим. А, там, конечно, есть медведь сверху. Улучшенная версия медведя. Ну, черт подери, а еще воришка. Да, ну вот с воришкой можно было бы и посражаться. Тихо. Давай-давай, подходи, подходи. Золото. Вообще нам золота нету, чтобы прям... Ну, ладно, нужно, но не прям каких-то там огромных количеств. Там собрали, здесь собрали, и, в принципе, уже неплохо. Так, и давай тогда, в общем-то, может, уже телепортируемся. Сейчас, если здесь воришек не будет, то можно было бы и отправиться. Отправиться лесом. Так. Ну. Как-то, как-то не густо. Булыжничек. Ты что-нибудь нам скажешь? О поясе, о семи достоинствах, о древних полях сражений, о себе. Понятно. Хотя, с другой стороны, а давай его расспросим, может быть, он что-нибудь там нам скажет такое интересное. Опойся. Когда Коншу Бан стал моим учеником, он уже был талантливым плотником. Он сделал для страны Чу множество лестниц, предназначенных для осады страны Сонг. Чтобы предотвратить войну, у меня ушло 10 дней и 10 ночей на то, чтобы добраться до Императора. Так, ю-моё. Нас убивают. Так, отлично. Что тут ещё есть? О семи достоинствах. Настоящий герой должен овладеть семью добродетелями. Честностью, преданностью, милосердием, любовью, справедливостью, верой и храбростью. Так. А что за пояс такой? А, вот, это мы уже узнали. Поля сражений. Давай тогда ещё о себе. Всё. В принципе, расспросили. Он нам ничего, я так понимаю, не дал. За вот эти вот расспросы. Ну и ладно. Сейчас мы тогда вот это вот заберём. И давай-ка отправимся. Отправимся. С телепорта. Так, что у нас тут по эликсирам? Ну, они нам нужны. Они нам, конечно же, нужны. И можно было бы, в принципе, купить какой-то свиточек интересный. Но я думаю, пока что мы и без свиточка побегаем. Вот, пока что можно было бы и так нам. Так. А по камушкам? Что у нас по камушкам? Ну, то есть, смотри. Один дополнительный слот за оружие и один дополнительный слот за броню. Понятно. Так. Давай тогда сейчас скользкий склон. И здесь как раз-таки... Боже мой. Товарищи обезьяны. Нет. Так. Вот сейчас всё влезет. И уходим, короче. Нам нужны обычные обезьянки, потому что вот эти вот арагунтаны, они дают не так много всего. Так. Тихо. Нет, 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 нет. Ребята, хоть кто-то... Вот сейчас у нас опять не будет, понимаешь ли, ни зелий, ни здоровья. Так. Ну, хотя бы 21 уровень получили. Не на том спасибо. Так. Этот выходит... Ещё золотишко. Так. Поджигатель, поджигатель, поджигатель. Много поджигателей. Хотя... Ну вот с таким количеством можно было бы... О, нет. Здесь ещё красные. С красными не особо хочется сражаться. Уж очень тут много этих факелов. Тихо-тихо-тихо-тихо. Если мы хотя бы нау несчастного добьём, то будет уже неплохо. Вот этого. Давай сейчас тогда в храм. Жертвенник бога войны. А, мы, наверное, сюда должны отнести жертву нашу. Давай-ка. Только... Тихо-тихо-тихо. Чтоб тебя... Он прервал! Прервал наш навык. Ну, понятно, что он долгий. И, в общем-то... Его легко прервать. Но всё же... Обидно. Так. Хоп. Отлично. Главное, чтобы... Он не кинул, понимаешь ли, в нас. Нет! Вот это смертельное было... Сейчас... Движение... От этой обезьянки. Если она вплотную к нам начинает кидать... Соги-факела, то, в общем-то... Легко поберегить. Так, ладно, вставай. Ну, хотя, если ставить блок, то, в общем-то, не страшно. Тихо. Тихо. Иди сюда. Тихо. Сейчас мы тогда... Товарища. Забьём. Давай. Ну, хотя бы одну атаку дай нам сделать. Нет! И... Сейчас мы его добьём. Жемчужное возвращение. Уже неплохо. Так, там ещё что-то... Жёлтая обезьяна. А... Хотя с ней можно было бы и вот так сразиться. То есть, отдельно от остальных. В принципе, мне такой вариант кажется более... Разумным. Чем если там будет ещё, понимаешь ли, десять этих обезьян. Тихо. Давай. Ну, хотя бы броню он нам не пробивает. Ну, то есть, блок. Отлично. Отходим. Может быть, вот так сделать? Давай. Нет, нет, нет. Выйди оттуда. Выйди, выйди. Я тебя тогда, скорее всего, не смогу ударить. Своим супер-бупер, понимаешь ли... Спиртоносным ударом. Так, так, так. Понял? Ну, и, конечно, вот... Какой-то удар может что-то... Что-то ему отрезать. Правда... Подожди. А, нет! Всё-таки мы восстанавливали что-то сейчас. То есть, мы ставим блок, и там восстанавливается у нас ярость. Давай ещё раз. Да, но здоровья у него прям много. Чёртова обезьяна. Сейчас тогда... Давай вот сюда встанем. Хоп. Посмотрим, что из этого получится. Зелёная полосочка. Ну, что ж ты будешь делать? А-а-а... Ну, хотя бы так. Отлично. Ну, вот... Ну, вот без этого. Сейчас мы тогда накопим себе ярость. И... Я думаю, одну... Конечность мы ему должны отрезать. Ну, или хотя бы шляпу сбить. Я не знаю, что ты это сделает или нет, но... Всё же, в принципе, шляпку-то мы, наверное, сможем. Так. Так. Кстати, изделия ци закончились. Уж очень быстро они заканчиваются. Особенно, когда там против тебя эти обезьяны, сжигающие твоё ци. А факелы эти, они всё-таки сжигают. То есть, вешают статус, который быстренько-быстренько сводит на нет всю нашу ци. Так. Не, ну вообще можно было бы вызвать себе лучника в помощь. Всё равно мы, ну, сражаемся долго. Так, товарищ, только отойди, пожалуйста. Ну вот, зачем тебе тут стоять? Ты же лучник, да? Ты же умный лучник. А не глупый. Так. Небесный солдат. Причём он похож на... Влада Пронзателя из «Что мы делаем в тени». Там же есть... Есть фильм и есть сериал. В принципе, там что... Погоди-ка. Что в одном был похожий герой, что в другом. Наверное, всё-таки вот, который из сериала, он больше походит на него. И да, это что мы делаем в тени. Так. Сейчас мы тогда его забьём. Подходи к нам. Молодец. Так. Подкидываем. И в него даже выстрелил лучник. Что... Чтоб тебя... Минус... 45% ты ему снял. Нет, 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 даже не смотри до него. Ты его забьёшь быстро, я верю. Я верю, ты сильный, но... Ущади. Он слабенький. Так. Сейчас мы его тогда вот здесь зажмём. Чтоб он не вылезал. И не... Тиранил нашего несчастного, понимаешь ли, небесного солдатика. Так. Хотя, если, кстати, много вызвать этих небесных солдат, то тогда уже будет куда... Тихо, 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 тихо. Нет. Тогда уже будет куда проще сражаться со всякими там боссами. Тихо. Ну, хотя, знаешь, он когда отвлекается на него, становится немножечко проще. Вот, 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 вот. Нет! Нет! Скотина! Остановись! У него же там процентов десять. А мы же... Да, прям к нему толкнём. Так. Главное не бей. Главное не бей своей атакой с прыжком и всем остальным тоже. Так. Ну, здесь две полоски осталось? Нет! Чтоб тебя! Свитки-то дорогие, знаешь ли. Тебе какое дело. Так. Кстати. А Рогутан, он вроде бы как пишется без буквы Г на конце, если мне память не изменяет. Или я что-то путаю. Так. Отлично. Ну, это уже должна быть последняя. Сейчас мы ему... Сбросим. Сбросим, 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 сбросим. Эту вот полоску и после уже будет самое-самое последнее. Вот! Руку хотя бы отрезали. Наконец-то. У него, возможно, поменяется немного удара. Просто если ему еще другую руку отрезать, тогда он будет бить головой. А когда он это делает, я немножечко... Немножечко не знаю. Скорее всего, будет внезапно как-то, понимаешь ли, махать. Вот. Это, если честно, не очень. Так. Отлично. Сейчас мы его почти, понимаешь ли, забили. Да чтоб тебя! Обезьяныч! Стой! Ты что? Еще раз хотел ударить. Вся зелья мы не тратим. Скорее, вопрос времени. Сейчас. Накопим. Накопим ярость. Ну, товарищ, ну елы-палы. Ну, имей совесть. Спасибо. Так. Ударишь? Да елки-палки. Вот этим мне не нравится вот этот смертельный удар, потому что иногда, случайно, понимаешь ли, что-то выбрасываешь из вот этой панельки. Так. Ну, мы его хотя бы порезали. Так. Ну, и что это? Свиток мороза. Слушай, ну не знаю, нужен ли нам свиток мороза. Можно было бы, конечно, посмотреть, что там делает этот мороз. Мороз и солнце, день чудесный. Сейчас мы это все дело поставим. И давай тогда... Ох ты же, е-мое! Так. Понял. То есть... Замораживаешь. То есть не замораживаешь, а вешаешь какой-то статус. Похожий на заморозочку. Так, 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 так. Стойте, гады вы такие! А, жертвенник снизу! Жертвенник снизу, побежали. Пройти по этой тропе пока невозможно. А, мы должны сначала жертву положить, видимо. Да? Тихо. Сколько же тут этих обезьян-то? Не, ну это... Это уже какое-то, понимаешь ли, безумие. Что вы тут делаете? Так. А, пока рядом враги, мы взаимодействовать с алтарем не сможем. Йот! Чтоб вас... Кхм-кхм. Отлично. Так, обезьяныч, ты сам виноват. Так. И давай тогда... Попробуем. Если они внезапно кинут свой факел впритык, то это, скорее всего... Сразу фаталити будет для нас. Так. Минус один. Ну, куда-то побежал. Отлично. Хотя бы часть попал. Вот это было больнее. Забираем себе цы. Вот, поджигатель-вожак. У этого мало здоровья. Стоп, тебя. Нет! Кто из вас сделал мне больно? В оба, судя по всему. Давай тогда. Отлично. И вот этого товарища тоже. Надо забить. Совсем правда понимаю, что у нас будет после того, как мы откроем портал. Я так понимаю, ничего хорошего. Даааааа. Спасибо. Так. Ну, хотя бы эликсир здоровья под конец дал. Хух. Ставим. Вы получили доступ к вратам воинов. Ю-ю-ю-ю-ю Ага И это уже Скорее всего дорога К боссу Слоняре К боссу слону Но я так понимаю лучше Нам подготовиться к этому То есть у нас 22 уровень Мы в принципе можем получить легко 23 Но с 23 я думаю уже есть Возможность посражаться с этим товарищем 4000 4000 золотых А если у нас будут Метательные диски Метательные диски То тогда уже будет проще То есть Давай мы тогда Попробуем Поделать всякие второстепенные Задания Так Хрен знает правда Где именно у нас Получается В общем-то Метательные вот эти бумеранги Ну Что у тебя тут есть О себе Меня зовут Коншубан Я родом из города Фефлю Так что иногда Меня называют Любан Я ничем особенным не занимаюсь Просто мастерю ловушки И прочие полезные вещи Эх Вокруг происходят ужасные вещи А я ничего не могу поделать Ведь мое кунг-фу Оставляет желать лучшего Меня это бесит Надеюсь что Хотя бы От моих ловушек И метательного оружия Будет толк Ах да Мечник Почему бы тебе не испробовать Программы тренировок Которые разработаны Мной для ополчения Конечно Они пойдут тебе на пользу Меня здесь любят Но по-настоящему Замечательным человеком Я считаю Драйву Моего учителя Это он научил меня Всему что я знаю Хорошо Давай тогда Попробуем пройти Тренировку Тренировку боя Так Ядовитый труп Ядовитый труп Ядовитый труп Ну Такое себе То есть Подожди Он В подвале Поселил у себя Чертовых Ядовитых трупов Я правильно понимаю Суть по всему Да Странный товарищ Ну Тихо Хотя бы С одним разделались Так Еще и яд Вешают Конечно же Ну давай Товарищ Еще один бой Ну Допустим Больше мертвецов Больше мертвецов Богу мертвецов Ну хотя бы Ядовитых Примерно столько же Ну Использовать Какие-то Свитки Камни Мы не можем Если честно Я бы как-то Пожалел Наверное Так Сейчас мы тогда Наверное Здесь уже Попробуем Переторчать Да Здесь лемцы Конечно было бы Попроще Но Что уж тут Вот я про это и говорил То есть зомби Он из-за глушения Может внезапно ударить И это конечно делает Его невыносимым Противником Потому что Что нам там надо делать Чтобы Не попадать под его Вот эти вот мерзкие Понимаешь ли Атаки А он еще и блеванет Возьмет Да блеванет Что ты будешь делать Так Ну вот с этими Наверное даже проще Тихо Так Они прервали Они просто взяли И прервали Нашу Смертельную Атаку Ну допустим Так Уже там Кому-то Снесли что-то А Даже убили Ну вроде бы Мы там попали Смертельным ударом Поэтому Неплохо Неплохо Скажем так Сейчас мы Попробуем Тихо Тихо Давай тогда Еще один бой Ам Ну ладно Здесь уже Зелья кончаются Но в целом Я думаю Сразиться-то Можно было бы Так Делаю ворот Молодец Главное Чтобы они тебя Не окружили Хотя у них Видимо Низкий уровень Поэтому Сделать-то Они особо Ничего не смогут Вот Ну вот С тиграми Если они Конечно Здесь будут Я думаю Будет как-то Посложнее Ну посмотрим Не знаю Можно ли Вернуться К последнему этажу Тренировок Если здесь Будут обезьяны Скорее всего Будут Тихо Кабаны Не Ну вот это Конечно Это подло Я считаю Сколько мы Ему отнимаем Ну Примерно Как обычному Кабану На уровне С медведем Когда мы Еще сражались С красной тенью Терпимо Наверное Но Все же Такое Давай Только не делай Внезапную атаку Пожалуйста 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 Так У нас Да Чтоб Тебя Один Кабан В принципе Здесь уже Почти умирает Этот Вот Судя По всему Давай Его тогда Добьем Нет Ну Хотя бы Сейчас накопим Себе на 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 Еще один Смертельный удар Уже Отрезали Что-то Здесь уже Я думаю Проще Сейчас Осталось Чуть-чуть А там Наверное Будет Медведь Потом Нет Суши Такое Не знаю Мы Да Возвращаемся Подожди-ка А как А как Ну В принципе Два Кабана Это Не Сказать Что Прям Большая Мощь Вот Я думаю Мы С этими Товарищами Расправимся Главное Экономить Дели Ну И По возможности Бить Кабанов Вот Допустим Конечно Нас Прервали Так Иди Сюда Так Ну Слушай В принципе Держимся-то мы Неплохо Если мы Еще и Смертельный Удар Накупим То будет Вообще Отлично Давай Он еще Ударился Об скалу С другой стороны Можно конечно Было бы Потратить Сейчас Так Погоди-ка Ну Давай Сюда Тренировка Нет 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 Это слишком Так Об эликсире Здоровья Рядом с палаткой Есть подвал В котором я храню эликсиры Но в последнее время В нем завелись Крысы Я боюсь зайти туда Даже на секунду Сэр Может быть Вы Поможете мне Избавиться От этих Проклятых Крыс Так Ну это задание На время Я думаю Мы могли бы Попробовать Могли бы Попробовать Давай-ка Мы Попытаемся Там много Надо бегать Прыгать И вообще Так Сейчас Хотя бы Одну Задави Ага Осуждаю Все еще Осуждаю Как сокол Который Находит В ночи Свою жертву И сюда Крыска Еще одна Осталась Я чувствую Тебя Что Спасибо большое Сэр Теперь я Смогу Забрать Эликсир Возьмите Эту пилюлю Восстановление Ци Она увеличит Ваше Значение Ци Ооо Это хорошо Да? 71 Вообще Просто Пух Ай себе Мое имя Чин Юрен Люди называют Меня доктор Чин Меня много лет Обучал Искусство Медицины Сан Цзэ Люди Страдающие От этих Ужасных Чудовищ Нуждаются В моей помощи Все что я могу Это продлить Некоторым Их Жизнь Но в спасении Нуждается целый мир Кто спасет его Так Про мир Я из страны Чия Однажды проснувшись Обнаруживаешь себя В очень странном месте Удивительно Но мне здесь Постречался Коншубан Который появился Из другого Времени А потом Кузнец Оу Оказалось Что наступил Хаос Например Я ничего не знаю О династии Мин О которой Говорил Резчик Шен А кто Такой Даус Ге Похоже Он неплохо Назнает Что произошло И что делать С нашествием Монстров Так Ну В общем то Здесь мы уже Судя по всему Ничего получить Не сможем Хотя у нас Много денег И мы можем Купить себе Много эликсиров Вот Это хорошо А еще Еще Лавочник Го Здравствуй Лавочник Го Мне нужны Проклятые Зелья Цы Вот Можно больше Так Экономим место В рюкзаке Нам в общем то Сейчас понадобится Каждая Понимаешь Ячейка О монстре Это был дьявол Путешествие по миру Слышишь Много разных Историй О разных чудовищах У того монстра Который в небе Встречался Была морда кабана И он был Высок Как двое Взрослых мужчин Он был ужасен У его ног Валились Человеческие трупы Он как будто Явился из моего Ночного кошмара Никто не знает Откуда появились Чудовища Знаю только Что из Безопасных мест Что безопасных мест Больше не осталось Трупы Нападают на людей Прямо у деревни Я боюсь выходить Из дома Сэр Вам надо быть осторожней Так Хорошо Моя фамилия Го Я путешествую И продаю товары Так что люди Зовут меня Лавочником Го Вы Не слышали Обо мне Я не хвастаюсь Вы должны были Обо мне слышать Если занимались Если занимались Торговлей Так Ну Понятно Больше он Ничего такого Не говорит Тогда нам нужен Кузнец Кузнец Оу Так А погоди-ка У нас же Супер-бупер-мега-камень Который мы могли бы Поставить Ци И урон Отлично Давай Так Это получается 22 уровень Так Давай тогда поговорим С тобой Об оружии Мне нравится делать мечи Надеюсь Я научусь делать мечи Еще лучше Сейчас я изучаю Способы улучшения Тех мечей Что же сделано мной Молодой человек Вы знаете Как трудно справиться С некоторыми монстрами Нам нужно Хорошее оружие Мы с Даусом Ге Узнали Что свойства мечей Можно улучшить Инструктировав В них Некоторые Драгоценные камни У разных камней Разные свойства Со временем Я научился Инструктировать Инкрустировать Камни в оружие Посмотрим Как этим дьяволам Понравятся Мои новые мечи Молодой человек Если у вас Есть редкие камни Приносите их мне И я улучшу Ваше оружие Так О себе Если расскажешь Я кузнец Оу Из страны Ю Говорят Что я талантливый кузнец Может вы раньше Слышали моё имя Но похоже Мы из разных эпох Ох Кто знает Что произошло Какие-то страшные силы Принесли меня сюда Я из деревни Неподалёку Сейчас я живу здесь В деревне Воданг Ныне Тревожные времена Монстры Причиняют Столько страданий Видимо мне не придётся Вернуться в свою эпоху Поэтому я здесь Помогаю этим хорошим людям Сражаться с чудовищами Так Хорошо А у тебя какое-то обучение есть? Нет Давай тогда Попробуем пообщаться С Даузги Хотя погоди-ка Рещик Шен Шкатулка Сохранения Также у нас есть Алхимический куб Магическая сумка Так А О себе Здравствуйте Меня зовут Рещик Шен По правде Я не очень много умею Всё, чем я могу зарабатывать себе на жизни Это фермерство Разведение цыплят И охота Так странно Появилось столько мерзких существ Даже дикие собаки Стали нападать на меня Безо всяких причин А раньше Они всегда убегали При моём приближении Клянусь духами Я даже слышал От кузнеца Оу Идауса Ге Что демоны убивают людей Мой господин Вы человек Который не трусит Перед лицом опасности Этого мира Я восторгаюсь вами Позвольте мне Стать вашим помощником Так Хорошо Давай тогда Мы ещё с Даусом поговорим Может быть Господи Боже мой О тренировке с огнём Тренировка с огнём Древний способ Тренировки бойцов Если вы сможете Выдержать огонь В течение Некоторого периода времени Некоторые из ваших Атрибутов Могут улучшиться Хорошо Давай тогда Попробуем Заняться тренировкой Если мне Память не изменяет То Вот здесь Нет Нет Сейчас Где же они там Прятались Отлично Тогда Вот где-то Не тут Не тут Но За стеночкой Кажется За стеночкой Нам надо встать Тогда Уже По нам Никто Не попадёт Тихо Ну Подожди-ка За стенку Они тоже попадают Ммм А клавиатуры Мы можем передвигаться? Нет Мм Тогда Может быть Стоит прыгать? Так Вот здесь Здесь они не попадают Шесть Пять Четыре Три Два Отлично Да Кажется Всё-таки Нашли Место Место Силы Один из атрибутов Да Сейчас у нас Защита 123 123 Урон 87 Здоровье 248 Ци 74 Сила Сила Я думаю Она там Никак не увеличивается Выносливость 208 Повысилась Защита Да Успех Защита Увеличена Так Сейчас в нас попадут Нет Нет Всё Хорошо Ну что ж Давай тогда я Попробую сыграть На чём-нибудь Что у меня тут есть Под рукой Под рукой У нас есть Калимба Кулеле Ещё где-то Глюкофон должен быть И Диджериду Так Ну что ж Три Два Один И Защита Увеличена Это конечно Очень хорошо Вот Интересно Сейчас попадёт Нет Музыка так но мы прокачиваем одну только суть по всему защиту причем у нас уже 141 слушай ну я конечно наверное против я конечно против но сейчас мы посмотрим сколько у нас еще прокачается но это действительно неплохой способ поднять свою защиту учитывая что тут некоторые макаки выполняя свои удары могут понимаешь ли взять и жечь все твое здоровье что посмотрим сколько у нас сейчас будет я надеюсь что где-то 140 понимаешь ли 145 147 ну посмотрим 44 43 можно было бы клюкафон достать гликафончик гликафончик можно так 23 сейчас мы в принципе еще раз тогда попробуем попробуем все дело запустить и посмотрим сколько у нас прокачается но времени то больше мы тратим поэтому наверное и атрибуты сильнее прокачаются но было бы странно если бы это было как-то как-то иначе защита уши на и я так 151 на 10 я так мимо все нельзя эх ты же блин а я-то думал этот абьюз он понимаешь ли у нас будет бесконечные ну ладно о книге небесных армий при изучении в течение многих лет дао мной создано пять томов относящихся к пяти частям теории дао книга ловкости книга отсутствия теней книга небесных армий книга подземелий и книга алхимии каждая из них содержит важную часть теории дао потерянная книга самая сильная из них с ее помощью можно владеть секретом вызова небесных войск так ну что ж давай тогда что же мы могли бы еще магическая сумка магическая сумка одно из приспособлений для использования камней если положить камни в алхимический куб они будут подвергнуты переработке магическая сумка используется по-другому вы просто кладете в нее камень и носите с собой в сумке активируется сила камней вам даже не нужно будет просить кузнеца о инкрустировать камни положите их в сумку и они произведут тот же эффект эта сумка сделана из того же материала что и алхимический куб две вещи вам стоит запомнить во первых магической сумке используется переработанные камни во вторых при переработке таких камней нужно использовать агаты это единственный способ осуществить эффект сумки так давай тогда я попробую нефрит себе взять и мы 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 что же можем сделать магическая сумка вот поставим себе нефритик а нет не ставится тогда нам сейчас надо сыграть в гачу мы ставим себе в алхимических куб этот понимаешь ли обычный нефрит и надеемся на то что сейчас мы получим супер-бупер мега камень которого у нас нету пожалуйста ну защита 7 это неплохо могло бы быть конечно и лучше но суши неплохо так усадьба ге здесь мы все что можно собрали вилла чем лю так а здесь вообще как-то кокот наплакал тогда что нам остается храм каменных врат скорее нет чем да ручей феникса точно нет скользкий склон слишком скользкий но можно попробовать может быть что-то таки обоём рогутаны что же вы тут вытворяете так давай-ка сейчас тогда попробуем сюда спуститься может быть здесь у нас будет что-то 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 интересное вот тут есть обезьяночки вот ну обезьяночки то нам не нужны нам нужны всякие понимаешь ли кувшинчики коробочки и прочие понимаешь ли вкусняшки сейчас мы выкинем булыжники тихо 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 успели успели так стоять нет не бей и бей нас тихо чтоб тебя еще и убежал с нашими булыжниками все булыжник булыжник что-то у него там не так много всего ну ладно так много обезьян что-то я даже не знаю что с ними делать но зянок здесь много чужое возвращение кианит это прям очень хорошо кианита у нас нету было бы еще лучше если бы мы хотя бы ну несчастную эту обезьянку покарали так ну у нас в принципе высокая защита ну теперь что мы могли бы попробовать даже с красными вот этими обезьяночками посражаться потому что если они кинут свои факелы то скорее всего нас уже не убьют вот если честно проверять как-то боюсь их вот этого товарища забить ну так то вообще можно и уровень получить прокачиваемся мы неплохо так с этим разбрались стой негодяй так с этим еще золотишко и в принципе трезубец и золото нам конечно же понадобится и трезубец и понимаешь ли золото вот но гораздо интереснее было бы сейчас если мы отведем этих обезьяночей нет 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 у него все конечности при себе ну и ладно сейчас мы тогда с этими вот еще сражаемся вот уровень это получается какой у нас 23 вот если мы сейчас во золото 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 идет сюда и там какой-то свиток интересный а свиточка непростой блинским да стой ты гадина такая давай ей снова он успел подобрать да не может быть еще раз так давай давай опять гадина все подобрала ну так сюда кидаем давай тогда вот это все дело заберем это получается смотри булыжник булыжник свиток белого тигра я не знаю нужен ли он нам ну звучит да чтоб тебя звучит интересно может быть это как раз таки свиток призыва но это не точно сейчас мы посмотрим как он выглядит там потому что все эти свитки призывов они выглядят как такие вот треугольнички вот так что так тихо подбрасывай и давай тогда а зеленый дракон еще есть зеленый дракон в принципе неплохо кстати за рунтанов мы получаем где-то по процентов так пять десять за вот этих вот обезьянычей мы могли бы сейчас и уровень получить если бы продолжили с ними сражаться вот тихо мне в какой-то момент станет жалко этих обезьянок в коем времени хотя учитывая как они нас раньше забивали не надо на как возьмут такинут все свои факелы да и все минус понимаешь ли все здоровье так отлично стой 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 в общем да обезьянок надо сейчас с ними как-то разобраться сейчас мы тогда накопим ярость забьем вот эту несчастную обезьяночку так осуждаю конечно конечно же так вот если еще вот этим посражаемся так и чего тут чтоб тебя это что у нас метательное кольцо вот кстати метательное кольцо нам конечно же пригодится было бы еще у нас больше этих метательных колец было бы вообще шикарно но к сожалению у нас их не так так много может быть даже покидать камешек не ну камень отнимает нормально если посмотреть если посмотреть в принципе тут тихо 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 опять ты делаешь всякие нехорошие вещи плохой поджигатель иди сюда сейчас покараю так ну вот что у нас здесь свиток зеленого дракона так ну нет это скорее всего какой-то подъем в воздух вот но надо смотреть так у нас есть камешки какие-то которые мы не собрали полностью если честно не вижу но мы могли бы попробовать поставить вот это вот так и госпожа Хуа не специально проделал этот путь чтобы с вами пообщаться о тоннеле говорят что в этом тоннеле стоит алтарь на котором в течение трех династий совершала свои тайные жертвоприношения древний раз медведей но чтобы выйти оттуда понадобится пройти через врата воинов не хочу вас обижать но темные силы там слишком сильны одних ваших боевых умений будет недостаточно вам понадобится также праведность разума и отсутствие дурных намерений однажды мне повстречался даус который проходил через эти врата не знаю что он принес жертву если встретите как-нибудь дауса спросите у него может он вам поможет так а себе если меня зовут госпожа Хуань я известна своим искусством прясть ткань нет искусством прясть и ткать многие женщины искусственно ткут но я посвятила всю свою жизнь совершенствованию в этой области и оставила остальных далеко позади кто знает что здесь произошло я даже не знаю как я сюда попала мне известно лишь то что наша судьба ужасна сэр надеюсь вы сможете спасти всех нас так и о броне чем толще броня тем она лучше защищает а одежда сделанная мною по моей особой ткацкой технологии еще эффективней и противостоит атакам так а все больше ничего не сможешь нам сказать не сделать так тихо красная ткань оказывается красная тень могла нам что-то дать Что-то дать И мы, понимаешь, чуть ли не ушли без ее подарочка Так, госпожа Красная тень Отличная работа, брат мой Вы нашли прекрасного плотника Он так быстро починил этот мост Это удивительно Брат мой, спасибо вам большое Возьми эту пилюлю восстановления Она вам пригодится Так, пилюля воскрешения А все атрибуты будут улучшены Если мне память не изменяет Она прокачивает все Весь уровень Ну, то есть Дает плюс один к уровню Короче, нам желательно Сейчас с кем-то посражаться Не с кабаном, конечно Хотя, если Здесь что-нибудь выпадет интересное То я не против Так Отлично И копейщик повесил, конечно же Свою ядовитую Блин Ай, ладно Так Сейчас мы тогда Соберем золото Наверное Золото, 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 золото Больше золота Больше золота Богу золото Сейчас мы Все Остались с кабаном Остались с несчастным кабаном Ну, слушай Мы ему сейчас отнимаем Нормально так И в принципе Мне кажется За одну атаку Ну, не убили Но все же Отняли мы Нормально А если Сейчас еще Поможем себе Всякими камушками То Я думаю У нас Тихо 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 Ну, дай нам По тебе ударить Тихо Он любит защищаться Но Не беда А, кстати, да У нас же есть Свиток Зеленого слоника Сейчас мы Его Проверим Свиток Зеленого слоника Свиток Зеленого слоника Свиток Зеленого слоника Свиток Зеленого Ёперный Бабай Как же у него Быстро здоровье-то Уменьшается Хрена себе Ты посмотри На это У него У него здоровье Просто сгорело Там Так Ну, слушай Мне понравился Зеленый слоник Я его Недооценивал Если честно Сейчас он Действительно На меня Произвел впечатление Вот И думаю Что мы Ах Ты ж Черт Тебя Дери У него Нету В продаже Зеленых слоников Все Что нам Выпало Мы бы Могли Это на слона Потратить Который у нас Будет Главным боссом Первого акта И В общем-то Ну Ладно Небесные солдаты Небесные солдаты Небесные солдаты Ам Здесь вроде бы Нарисовано копье В принципе Нам Может И хватить Вот этих вот Товарищей Давай-ка мы Усадьбу Попробуем Так И здесь Уже Если конечно Повезет Если повезет То мы Получим уровень Отлично Ну ладно С этих Мы ничего Не получаем Давай тогда Так Там камень Выпал А ну-ка Верните Меня Обратно Вот Обычный Ждеид Взяли Взяли Не Ну С медведем Сражаться Это Что-то Отвратительное Если честно Вот Он Очень Очень Живучий И В общем-то Я думаю Можно было бы И потом Это все Сделать Так Кабанчик Это уже Повкуснее Для нас Но еще Лучше Было бы С Вожаком Не Конечно Обезьяны Больше бы Дали опыта Но Обезьян Здесь нету Сейчас Жемчужина Возвращения Давай Кабана Убьем Смотрим Хотя бы Сколько За него Получим Что-то Мне кажется Скорее всего Ничего Ну Сейчас Проверим Так Давай Вставай Ну Давай Беги На нас Молодец Сейчас Мы Тогда Попробуем 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 Собрать Вот это Все Что У нас Тут Не Ну Слушай Вообще В принципе Все Обезьянки Мне кажется Будут Поинтереснее За этих Мы уже Ничего толком Не получаем Так Скользкий слон Скользкий склон Так И Давай Тогда Вот этих Забьем За вас Уровень Нам дадут Отлично Это уже Ближе К реальности То есть Сейчас Мы вот этого Товарища Несчастного Забьем И Уровень В принципе Можно было бы Сейчас Нам Пилюлю Проглотить Либо Оставить ее На потом Потом Вот Но Счет Я даже И не знаю Она сразу Дает нам Уровень Просто Это Быстрый Довольно Способ Получить Необходимое Количество Там Очков Атрибута И всего Остального Поэтому Даже И не знаю Так мы Сейчас Тетра Товарища Забьем Посмотрим Сколько Вообще Опыта Мы в среднем Получаем За одного Сильного Противника Ну При желании Можно даже И уровень Получить Вот Что ты там Кидаешь Нас Мерзавец Отлично Ну И Давай Тогда Мы Сейчас Попробуем Телепортироваться На базу У нас Уже В принципе Все Есть Так Тихо Так Отправляемся На базу Деревня И давай Тогда Сразу Купим себе Эликсиров Потому что И без Эликсиров Мы Ничего Сделать Не сможем Ни с каким Понимаешь Противником Нам Нужны Все Вот Эликсир И В общем То Да Чуть Чуть Побольше Надо Будет Пособирать Для Битвы С главным Боссом Но Это Уже Мы Сделаем Наверное Потом Пишите Что Думайте Не Забывайте Заглядывать Наше Описание Ну И В общем То Что Тут Всем Пока Пока И До Скорого Берегите И Своих Близких Покетово Покетово Своих Покетово Покетово Покетово